Здравствуйте! В эфире передача 7 пятницы. С вами, как всегда, я, Анастасия Лихачева. Друзья, сейчас мы познакомимся с замечательным человеком, талантливым артистом, певцом Антоном Рубаном. Будет очень интересно, не переключайтесь. И плывут воспоминания прежних дней, и минуты, что прошли в кругу друзей, самых верных, самых преданных друзей. Всех живущих и которых рядом нет, звезды падая, прочерчивают след, оставаясь навсегда в судьбе моей. Антош, сейчас бешеной популярностью пользуются караоке-клубы, караоке-бары, рестораны. Все хотят петь, но никто толком не умеет, не знает как. Расскажи, пожалуйста, можно ли научиться это делать уже во взрослом возрасте? Если учиться на любительском уровне и не выходить на профессиональную сцену, то вполне реально научиться, причем в короткие сроки. Для этого у нас есть и профессиональные педагоги, и есть караоке-клубы. Даже если вы выберете одну песню, свою любимую, своего исполнителя, например, Михаил Стасов, такая-то песня, то эту песню можно выучить и отработать настолько, что она будет отскакивать от зубов, и в отличном варианте. И знаете, как очень многие люди делают, они подражают своему любимому исполнителю, пытаются спародировать его голос. Там Левса все очень любят, Ваенгу, ну вот эти все шансоновые дела, Дорна. В общем, и возможно, это даже очень хорошо, что когда человек стремится подражать, и с помощью этого своего идола, исполнителя, у него уже получается что-то свое саккумулировать, от каждого взять какие-то фишки, и получился, хоп, свой голос. И так рождаются в коротких клубах звезды этих коротких клубов. Слышала много советов по поводу того, что можно съесть, что можно выпить, чтобы голос звучал лучше. Кто-то советует яичные желтки, кто что, в общем, это насколько вообще все действует, и есть ли в этом смысл, или это ерунда, и, в общем-то, народные советы, они никуда не годятся. По поводу того, что нужно пить, что нужно есть, я знаю, что не нужно пить, и что не нужно есть. Да вообще нельзя ни пить, ни курить, ни пить лимонадики и все остальное. Много там ограничений всяких, которые вряд ли кто-то соблюдает. Да вообще вредно жить, так скажем. Нет, если хотите, чтобы восстановился голос, ну, там, болит горло, либо там что-то, я не знаю, сел голос, не обязательно пить яичные желтки. Если для этого тоже там какие-то народные средства, я как-то пил там мед, молоко, что-то еще туда добавляется. Ну, в общем, это все можно в интернете найти. А по поводу «Коньячка для храбрости» это да, это прямо вот для того, чтобы раскрепоститься и выйти, взять микрофон и спеть свою любимую песню. Антон, можешь дать от себя лично, все-таки ты профессионал, известный в городе у нас артист, какие-то советы начинающим певцам, да или просто людям, которые вот мечтают выйти и блеснуть? Что посоветовать девчонкам? Да, не надо стесняться своего голоса, не надо стесняться своих вокальных данных. Вот нравится петь, душа поет, выходи и пой. Возможно, кто-то заметит, может быть, какой-то интересный человек, который захочет вложить в тебя кучу денег, сделать из тебя звезду, потому что все сейчас делается именно так. Никто просто так не попадает в наше телевизионное шоу. Это я знаю точно, я там был, потому что это называется шоу. Это не просто там, не шоу вокалистов, ведь интереснее, когда есть и фрики в шоу, да, есть какие-то безголосые, которых взяли, а потом зрители сидят и говорят, да он же петь не имеет, как он вообще там оказался. Это все делается для шоу. Самое первое, вообще, с чего нужно начинать, это с правильного дыхания. Если нет правильного дыхания, то сразу же интонирование у нас гуляет, ноты не на месте, да и петь неудобно. И если дыхание неправильно распределять на музыкальную фразу, то получается, там, вы сняли дыхание на какой-то, например, слог, где этого не нужно делать, нужно распределять потихонечку. Не нужно, например, вот правильное дыхание. Мы дышим, да? Живот вперед. Когда мы вдыхаем выдох, живот у нас назад. То есть мы должны на песне выдохнуть не сразу, сразу всю фразу, у нас закончилось дыхание, а постепенно. То есть как это делается? Берем просто ладошку перед собой ставим, взяли правильно дыхание, и вот мы стараемся донести этот воздух до кончиков своих пальцев, но тихонечко, такой легкий бриз воздушный. Легкий бред. Да, легкий бред, так скажем. Ну, взяли дыхание, правильно, то есть живот вперед. И вот оно потихонечку, потихонечку у вас уходит живот назад, то есть вы дыхание, вы дыхаете на всю фразу. И нужно это развивать, ну, начать там с самого начала, там, 5 секунд, 10, насколько пока хватает, пока у вас не получится это делать, там, я не знаю, может быть, минуту, я не знаю, вообще у кого-то это раз в жизни хоть получалось или нет. Это правильное распределение дыхания и правильное дыхание. Есть очень много правильных вокальных техник. Самое интересное и самое, на мой взгляд, которое нам подойдет, техника Сет Рикса. Сет Рикс – это американский педагог. Все, кто вот есть сейчас звезды, все занимаются по этой системе. Кто-то занимался у него, какие-то педагоги уже взяли мастер-классы, занимаются по этой системе. Пение в речевой позиции. То есть, как я говорю, так я и пою. Если ты говоришь не зажато, следовательно, ты можешь петь не зажато. Правильно? Но тут все как бы в совокупности. Нужно, чтобы, когда вы поете, например, низкие ноты, мы поем уголки рта вверх, то есть мы улыбаемся всегда на улыбке. Чтобы правильно взять какую-то ноту, любую, будь то низкая, будь то высокая нота, нужна правильная постановка именно голоса, нужен зевок. Ну что ж, настало время теперь показать свои артистические способности, свой замечательный вокал, показать свою красоту уже на сцене караоке клуба. Ну и так, у нас песня Ивана Дорна, «Бигуди». В общем-то, девчонки, забудьте вообще обо всем, о чем я вам говорил, потому что так быстро научиться петь, в принципе, невозможно. Поэтому вы такие классные, красивые. Я думаю, что в любом караоке-клубе вам мужчины поаплодируют, если вы исполните эту простейшую песню. Поехали! Как о твоей прическе все мечтают, когда кружишься в танце. Как, а, и волосы твои летают, как на обложке глянца. Как, а, а впрочем, не важно, ты слушаешь джаз, как минимум дважды. Ты вечно живешь чудесами И нравишься всем своими волосами. Перестань улыбаться, война грани риска, ведь я далеко, а ты очень близко. Никаких результатов, а что между нами? Ты манишь меня своими волосами. Как о твоей прическе все мечтают, Когда кружишься в танце. Как, а, а, и волосы твои летают, Как на обложке глянца. Как, а, а, твои прически все мечтают, Когда кружишься в танце. Как, а, а, и волосы твои летают, Как на обложке глянца. И... Дорогие друзья, но время нашего эфира подошло к концу. С вами была передача «Семь пятниц» и я, Анастасия Лихачева. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!